Состязания по ботче, шашкам, дартсу, армспорту и мастер-классы по настольным играм. Чебоксарская спортивная школа «Спартак» сегодня принимала гостей со всей Чувашии. Там прошел республиканский фестиваль по паралимпийским видам спорта. Белый шар – самый главный, стартовый. С его броска начинается игра в бочу. При следующем броске нужно кинуть шар другого цвета, как можно ближе к белому. Побеждая точке, мячи окажутся ближе к стартовому. Андрей больше года занимается бочей. На поражение реагирует без эмоций. Но мама говорит, что сын просто не показывает переживаний. С моей стороны помощь – это я только подаю мячи и регулирую коляску. А в остальном он сам. Ему нравится, да. Но волнуется очень сильно. Это, конечно, сказывается в игре. Мячи в сторону уходят. Вот вроде и в цель кидает, но они в сторону уходят. Вот это вот видно. Коля пока везет больше, его синие мячи расположились рядом со стартовым. В игре ему помогает папа. Это единственный нам такой доступный вид спорта по состоянию здоровья. И он очень дисциплинирует и помогает крепчать. Боча – спорт равных возможностей. Регулярные занятия помогают восстановить двигательные способности, развивают координацию движений. В свои способности дети и взрослые с ограниченными возможностями могли проявить и в вязании узлов, и на стольных играх. Это уже называется «Восьмерка». Им страхуются пенисты в горах. Сегодня у нас проводится фестиваль по паралимпийским видам спорта, посвященный празднованию 550-летия города Чебоксары, 100 лет чувашской автономии. Вообще фестивали, конечно, очень важны для детей с ограниченными возможностями здоровья, для юношей, для взрослых инвалидов. Это объединяет их, дает возможность общаться, социализироваться, дети повышают свой физический уровень, повышается спортивный интерес к соревнованиям. Самое сложное для участников – добраться до места. Без помощи неравнодушных людей здесь не обойтись. Фестиваль по паралимпийским видам спорта в Чебоксарах удалось организовать при поддержке многих общественных организаций. Такие мероприятия, они как раз сплочают и общество само, и дают возможность развиваться всем. И просто показывают пример всем людям, что нельзя быть равнодушным, что от беды, от несчастных случаев никто не застрахован. И нужно быть все-таки активным, добрым и не забывать о других людях, которые находятся в сложной жизненной ситуации. У организаторов далеко идущие планы – вывести чувашских спортсменов на уровень международных соревнований. Кандидаты как раз и определяются на таких фестивалях. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.